Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В 2016 году за это время выпуск продукции снизился с 350 до 300 тысяч тонн в год. Количество переработанного молока падает еще быстрее. Объемы в 2016 году сократил даже лидер промышленности Кировский молочный комбинат. Как пишет навигатор, решить проблему, по мнению чиновников, можно путем создания нового крупного производства. Планов подозагрузки действующих предприятий или поддержки новых малых предприятий у правительства нет. Программа Экономика. 80 тысяч кировчан не могут заплатить 100 рублей налога на транспорт. Сейчас за жителями области числится порядка 500 миллионов задолженности по имущественным налогам. Существенную долю в этой сумме составляет долг по транспортному налогу. Не заплатили вовремя его 142 тысячи граждан. Долг до 100 рублей имеют 80 тысяч налогоплательщиков. Задолженность выше 50 тысяч имеют 1100 налогоплательщиков. Общая сумма, которая числится за ними – 148 миллионов рублей. Как отмечают в налоговой службе, в списке должников есть и руководители, и учредители предприятий, и граждане с большими официальными доходами. Для организации должников пени вырастут в два раза. Это произойдет с 1 октября. За каждый день просрочки с уплатой налогов, страховых взносов, пени начисляются из расчета 1,03 ставки рефинансирования Центробанка. Этот порядок будет действовать только в течение месяца. С 31 календарного дня просрочки ставка пени увеличивается в два раза. По данным налоговой службы, новый порядок будет применяться к задолженности, возникшей у юридических лиц после 1 октября 2017 года. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц порядок начисления пени остается неизменным. В завершение валютах доллар сегодня 57,57, курс евро 68 рублей 56 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.